Друзья, вот осталось 2-3 минуты, я хотел бы очень коротко обговорить формат нашей сегодняшней встречи. У нее нет фиксированного времени окончания, то есть, как организаторы сказали, как пойдет, Эдуард Вениаминович не высказал пожелания по времени окончания, но думаю, что уж точно не больше двух часов иначе, полутора часов, чтобы не умереть. Давайте попробуем, кто знает. Люди начнут уходить, например. Кстати, да, хороший показатель. Дальше у меня такая просьба, ну мы все помним, что это поэтический фестиваль, у меня просьба просто сэкономить на вопросах, которые имеют отношения к политике. Все присутствующие прекрасно знают, что Эдуард Вениаминович очень яркий политик, он не забывает об этом, я думаю, никогда, политик, который уж точно отличается от всех остальных политиков в нашей стране. Да, я думаю, за ее пределами. Но Эдуард Вениаминович уже высказывался на некоторые политические темы, в том числе, я думаю, на ногу волнующих здесь тему наших новых отношений с братским братоубийственным народом. Поэтому, если есть желание, ну, например, на сайте информационного агентства Телефорум, i38.ru, там есть развернутые ответы Лимонова на политические темы. Ну, доброжелателей я ни о чем не прошу. У меня маленькая просьба к, возможно, находящимся здесь недоброжелателям нашего гостя. Если вы пришли реализовать смысл своей жизни, то есть, кстати сказать, Лимонов, вы мне не нравитесь, пожалуйста, постарайтесь сделать это пооригинальнее, потому что, я думаю, Эдуарда Вениаминовича такими заявлениями не удивить это точно. Не опозорьте город Иркутск, что-нибудь креативное вставьте в такие высказывания, если вдруг захочется их сделать. Вот, договорились, да, время? Можно начинать? Эдуард, да, и маленький еще такой момент. Я так для разгона задаю два-три вопроса, после этого прямо из зала, из-за стойки, из-за печки. Ну, постарайтесь здесь услышать. Эдуард Вениаминович отвечает на ваши вопросы. Где-нибудь в середине встречи, чтения стихов, то есть, будут и такие совершенно литературные моменты. Эдуард Вениаминович, я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы приехали в Иркутск. Иркутск город не без недостатков, но город очень интересный, я думаю, вам тут будет интересный, и уже интересный. Ну, я знаю, да, Колчак и все такое. У нас у иркутян есть, правда, одна большая слабость, мы кроме двух вопросов. Как вам наш Байкал и какие ваши творческие планы? Колчака, признаетесь, это вырастет. Наше дело, да. Вот, я хотел буквально несколько слов сказать, благодарственных слов. Да, наверное, нормально. От лица тех, для кого то, что вы делали, то, что вы делаете, всегда играло очень большую роль. Например, в 90-е годы, когда многие люди воспринимали их не как большой праздник в жизни, а как опыт социального отчуждения. Ваши книги, ваши рассказы, ваша политическая деятельность, ваша газета, тут очень многим помогли. Я знаю, о чем я говорю, потому что я принадлежу к числу этих людей. Ну и, дорогие друзья, да, вот еще есть. Дорогие друзья, значит, перед тем, как пойдут вопросы, давайте еще раз просто подумаем, как нам всем повезло. И поприветствуем Эдуарда Венимировича. Давайте еще в нем, пожалуйста. Все, поехали. Эдуард Венимирович, ну вы тут устроили такую яркую, залепили пощечину в общественному вкусу продвинутых ракутян своими высказываниями о Пушкине. Поэтому, я думаю, будет уместно врезать по другой щеке общественного вкуса. Вы знаете, про ваши высказывания о Пушкине тут и переживать. Он не на филфахе это сказал. Студенты филфаха, студентки, главное, это не слышали, не дай бог. Ну вот я преподаватель университета, я сто раз цитировал и сто раз еще процитирую ваши слова, сказанные о Достоевском. В том же самом издании. Ну, близко к тексту постараюсь. Про то, что Федор Михайлович, пользуясь тем, что он, в общем-то, литературно талантлив, обрисовал патриоты нескольких неврастейников, выдал их всему миру за русский национальный характер, и теперь все в мире думают, что мы вот такие, как у Достоевского, на самом деле русские гораздо более сдержанные люди, совсем другие. И я первый вопрос позволю себе вам задать, а в каких произведениях, с вашей точки зрения, в отличие от произведений Достоевского, показаны более или менее ярко настоящие русские люди? И что они собой все-таки представляют? Хорошо, уже все понял. Во-первых, следует сказать, что у меня есть книга «Священный монстр». Я ее написал в 2001 году, находясь в тюрьме Телефортова. Книга эта включает в себя 52 портрета различных священных монстров, то есть людей, которые заполнились в истории человечества, оказали какое-то влияние на человечество. Там есть и наши русские персонажи, Пушкин, Достоевский, кроме этого есть, и Моцарт, и Гитлер, Ленин, Маркиз де Сад, куда более скромный наш автор, который написал «Мастер и Маргарита» как его... Ну, не помню, если честно. Подсказывай, что Булгаков. Булгаков, да, да, да. Булгаков я... Это такие короткие зарисовки по памяти. Там не было никакой ни литературы, и слава богу, справочной, и слава богу, что не было. Несколько раз я там ошибся в датах, но в основном я вот этой книгой горжусь, потому что там оригинальные взгляды. Я их никому не навязываю, хотя, думаю, уже навязал какому-то количеству людей. Эта книга выдержала довольно... Ну, для меня довольно много публикаций, по-моему, три тиража было ее. И там есть оригинальные просто мысли, которые надо... Которыми можно не соглашаться, но они развивают, я думаю, и воображение, и чувство реальности. Ну, а Пушкин я ничего, собственно, не написал. Это было так давно, теперь, видите, уже 13 лет назад, вообще не представляю, о чем разговор. Ни один я говорил, что Евгений Онегин достаточно скучная, неудачная книга. Пушкин ее написал, а эту поэму даже не дописал, то ему самому надоело, ужасно. Герой, герой... Настоящий русский герой. Нет, герой сейчас, герой Евгений Онегин, это такой, ну, либеральный юноша такой, вот, надел широкий боливар, Онегин едет на бульвар. То есть он вот сейчас едет, как бы, Жан-Жак, где... Ну, хипстер того времени. Ну, да, хипстер того времени, действительно, такой бездельник, да, ничего замечательного в нем нет. Это явная неудача, поэтому во все, сколько уже, больше века или полтора века нам почему-то впаривают это, как энциклопедию русской жизни. Давайте думать нормально. У Пушкина есть, конечно, великолепные зарисовки, вот, российского быта, природы. Я его обозвал поэтом для календарей. Ну, между тем, все старится, литература тоже старится, не надо думать, что она вечна. Вечной литературы нет. И тот, кто сегодня преподает на филфаке и заставляет студентов читать Данте, искореженный перевод со старой, даже не со старой итальянского, или ужасные переводы Пастернака, как он переводил классику. Ужасные потому, что это скорее его стихи, чем текст классиков. И тот просто врет и себе, и другим, и не надо задаваться. Психологии во времена Пушкина вообще не существовало. Человеческое поведение объяснялось простыми какими-то мотивами. Поэтому задираться тут не надо. Я не имел никакой цели кого-то эпатировать. Маяковский писал о том, что надо сбросить Пушкина с парохода современности. Бог знает, когда. Я никого не собирался сбросить и не собираюсь. А Достоевскому я сказал, по-моему, разумные вещи. Он создал свой особый мир, в котором... Запад этот мир, вот Запад, где мне привелось жить довольно длительное время, они его понимают за реальность. И если посмотреть вот постановки, особенно театральные, по Достоевскому, западных театров, то это, конечно, ужасно. Люди очень слишком быстро бегают, слишком много кричат, вопят. Громко. Да, да. А я вот что там заметил. У него такие душные отношения. Я, поскольку сам отсидел несколько лет в тюрьме, то я вдруг понял, так это же с тюрьмы и с каторги. Там все скучно такое. И у него там все пьют чай, бесконечно говорят, говорят, говорят. Ну, русские люди, на самом деле, куда более сдержаны. Они северные, скорее, по сути своей. Почему русским нравятся цыгане, вот из той же оперы? А потому что цыгане другие, у них такая горячая там страсть и все такое. А русский, ему надо... И вот он не просто разогревается, ему надо... Ну, есть в русской литературе книги с настоящими русскими людьми? Ну, есть, конечно, есть. Есть книги, которые мало популярны, из них часть советских книг. Вот беру на угад достаточно даже не первого ряда книгу. Вот есть книга Серафимовича «Железный поток». Перечитайте, это как Гоголя, Тарас Бульба. Это очень здорово, ей-богу. Очень здорово. Вот так начинается со сцены, как там поднимают на штыки. Ну, «Железный поток» и реальный эпизод. Помните, когда отступали... На Кавказе. ...красные, да, да, и шли по этой дороге вдоль моря. Язык совершенно невероятный. Между тем, Серафимович не писатель первого плана там, не какой-то. Потом, знаете, и в «Островском» есть, и «Как закалялась сталь». Зря мы это как бы вместе с ребёнком, в смысле, с водой вылили ребёнка. Все вещи требуют нового осмысления. Самая сильная книга, которая касается всё-таки русских, не обязательно украинцев. Тарас Бульба – это книга сумасшедшая абсолютно по своей красоте. Это тональность такую уловить. Да нет, в русской литературе полно примеров. Понятно. Я вижу вопрос уже первого, говорится. Ещё один вопрос из серии «Не очень умных» я задам. Эдуард Владимирович, вот действительно вопрос «Не очень умный», я предупреждаю его. Я вам приготовлю «Не очень умный» я задам. Хорошо, да. На любой «Не умный» вопрос можно задать. «Не умный» я работаю. Скажите, вот вы читателя своего «Идеального» каким представляете? Молодой бунтарь, поживший советский интеллигент. Короткий эпизод. Меня перевели из тюрьмы Лефорта судить. Нас повезли в Саратов, в Саратовский Централ. И, ну, как полагается, привели в камеру, в хату. И там есть старшие хаты. Ну, обычно, понимаете, это человек полуадминистрации обязанной чем-то. Ну, в общем, они часто бывают и неплохими людьми. Он мне говорит, что у тебя есть какая-нибудь твоя книга? Я говорю, есть. Вот, дай мне почитать. Я ему даю книгу. Это была книга, вот, расследование о вашем соседе Красноярском. Толе Бурковой, да. И он ее долго-долго что-то читал, читал. И я смотрю, читает, все такое. Потом отдал мне. Я говорю, ну, что, долго. Так он говорит, ты, ты, говорит, меня прости. Это третья книга в моей жизни. Прочел. Трогательный весь по телу. Я сидел и считал. Вот они такие. Лучших читателей были, как ни странно, там, в тюрьме, в лагере. Очень потом, там просто книгу не передашь, да? Еще надо как-то ухитриться. Вот они кряхтели, потели, но читали. И вот недавно я ездил в Саратов. И я написал книгу по тюрьмам. Одна из моих тюремных книг. Именно о тюрьме. Там я, как такой третистепенный персонаж. А главное, вот те люди, которые со мной сидели. Многие из них получили там пожизненное. Многие, действительно. То есть полтора десятка людей, пока я сидел. Долго нас сидели, около года. И пришли их. Многие сидят до сих пор. Пришли жены их. Тоже трогательно. И так робко там подходили. Вот вам от Андрея там привет. Благодарить там. Вы обещали, ему вы написали. Я здесь написал. Ну вот это, на мой взгляд, не преувеличиваю. Лучшие читатели, потому что они... Ну, им читать-то тяжело. Но из уважения какого-то, вот типа, быть среди нас. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Если можно. Можно спецы, да? Ну, да. Кто бы лиц. Здравствуйте. Меня Александра зовут. Во-первых, хотел сказать, что большая ваша поклонница, ваших литературных произведений. Прям спасибо. Читаю с удовольствием. А вопрос у меня такой. Я как раз его парт окончила. И русская литература закончилась у нас с Пелевиным, Ерофеевым и Довлатовым. У вас там нет, и своим однокурсникам от последних десять дней я просто взяла глаза, что Лимонов вообще-то писал, оказывается. К мысли о том, что литература стареет. А кого из современных вообще можно было бы, на ваш взгляд, включить в программу литературы для университетов? Ну, кроме вас. Ну, я бы, знаете, воздержался. Во-первых, у меня и так много врагов. А если я сейчас... И врагов в политике, и врагов... Ну, назовите тех, кто угодно. Просто, которым моя морда не нравится. Нет, потом я не такой прямо хороший наблюдатель русской литературы, чтобы вот говорить. Вообще, как-то вы, скажем так, поддерживаете отношения с музыкальной сценой, в частности, с панк-сценой, когда вы проживали за рубежом, и... Вы знаете, всему свое время. Я когда появился в Нью-Йорке, это был как раз вот период... Это начало 75-го года. Как вы знаете, это год рождения панк-рука. И я был без работы, и делать... Вот ходил молодой человек, поднимая пыль там по Вашингтон-сквер. И везде висели завлекающие такие, сделанные на ксероксе такие листовки различного рода. Вот такая-то и такая-то группа выступает. И я стал ходить, приходил там... Ну, вы же приехали в Савангар, да? Сейчас он сидит здесь сто раз больше, чем... Первый раз я пришел в такое место, где лое называлось, оно Сиби Джиби, ну, музыканты всего мира знают, что это такое. Ну, там вот... И там выступали первые Нью-Йоркские группы. Ричард Хелл выступал. На самом деле, основоположник панк-рука, а вовсе не Sex Pistols. И я, короче, был... Случайно еще моя подруга была подругой... Ныне он известен, этот парень, он был барабанщиком у Рамонсу. Единственный, кто остался в Живмарке. И вот это мы... Как-то я с ними задружил и какое-то время поддерживал отношения. Ну, недавно он мне тут в какой-то газете сказал, что... Вот Эдди, я его помню, конечно, мы обязательно увидимся. А что, он уже вышел из тюрьмы по-другому? Ну, это, конечно, трогательно, но это не те американцы, которых мы не любим. Это как раз те... Но у вас, простите, и рассказ есть довольно яркая карикатура на распад личности у Ров-музыкантов. Затого названия, к сожалению. Килл, что-то да-да-да. Смерть тинейджа-идола, да? Да-да-да. Идола тинейджа. Ну, это... На самом деле, все это одновременно, и ты смотришь на эту сцену, вот приходишь. Вот мой приятель Марк, у него была квартира на Уолл-стрит. Снял он квартиру. Я пришел посмотреть, ну, на Уолл-стрит, да-да, так. Какой-то дряхлый лифт какой-то, как из фильмов Тарантино, самый худший такой, ба-а-а-а, поднимается. Значит, в антресоль в комнате стоит почему-то ванна на ножках. В ванне сидит его девушка. Значит, все Рамонс сидят и смотрят телевизор. Рядом огромное количество банок пива, еще не курят праву. И все толстые такие. Ну, как бы ничего особо интересного. Потом стали смотреть фильм с Дэвидом Боуэллой под названием «Элефантмен». И все друг другу очень содержательный разговор. That's good, man. It's terribly good. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, знаете, он в каком-то смысле ваш сосед из Омска. Он хотя и... Ну, вот я наблюдал его, его жизнь. Потом моя подруга Наташа Медведева была очень талантливой... Блестящая певица. Да, она так рано как-то погибла. Просто хотелось бы узнать, какие отношения у вас с нашими друзьями, а другие такие... Вы свободны сейчас, или нет? Я хочу сказать вещь грустную. Видимо, я таких подруг выбирал, но три моих жены уже мертвы. Вот так вот получилось. Одну я узнал совсем недавно, даже не забыл. Ну, только уже чуть ли не в этом году. Она, оказывается, в феврале 2012 года умерла. И молодая совсем. С ней нет. С ней второго года совсем... Ну... Понятно. Просто вы очень страх на человеке. Я? Да. Черт, мой. Трудно. Трудно определить. Не, ну, знаете, как это все? Ну, да, эмоциональный, наверное, да. Понятно. Пожалуйста, образ. Роль поэтам истории. Огромно. Огромно. Все задавливает собой. О-о-о-о. Роль поэтам истории. Но определенная роль, конечно, есть, и что говорить. Одновременно есть какие-то пророческие, жреческие вещи вот у поэтов. Поэты начинают становиться такими, ну, как бы, двигателями общественного мнения и раздражителями вот со времен Байрона, по-моему. Байрона был первый, кого, кто заинтересовал собой весь, всю элиту того времени. Он славился, как бы у него была необычно богатая сексуальная жизнь, потом он политическую жизнь вел, такую злую и неприемлемую. Им возмущались все его, он же был наследственный лорд и произнес несколько речей там в парламенте. Ну, короче, скандалист был. И вот он повлиял очень на Европу. Впервые появился такой бунтарь. То есть, сродни вот большим лидерам рокинга, большим, типа Джона Леннона со своего времени, где можно небольшое чтение, если хотите, то это мы сделаем, чтобы люди увидели, что не просто голословно что-то заявляют, но есть какие-то... Сейчас еще прочесть-то. Ну, все, наверное... Я уже говорил, что я был в тюрьме, как и часть русского народа. И у меня есть поэтому и тюремные стихи, и стихи о тюрьме. Сейчас я вам прочту что-то. Если найду. А вот Саратовский Централ называется... Тюрьма шумит от двери до двора, С утра ползает влажная жара, И выползает мокрый влажный зверь, Чтобы в окно протиснуться теперь. Тюрьма гудит, кричит и говорит, Тюрьма ключами кованно стучит. На суд допрос, на бледный страшный суд. Нас, пацанов испуганных, влепут. Тюрьма живет вся мертвая, Тюрьма живет вся мокрая внутри. В тюрьме не гаснут фонари, смотри, В тюрьме ни девок нет, ни тишины, Зато какие здесь большие сны. Тюрьма, как мамка, матка, горяча. Тюрьма родит натужная, крича, И изрыгает мокрый мертвый плод. Тюрьма над нами сладостно поет. Вуз, вуз, а ты мой пацан, А я мертва, на суд допрос, На бледный страшный суд. Тебя, пацан, вставай, пацан зовут. Надевай свой пиджак и иди подтолкаться под тентом Светской жизни пора послужить компонентом, чтоб с бокалом шампанского в свете горящего газа ты стоял, а вокруг светской жизни, зараза Ты пришел за красивым, ужасного видел немало, за красивым сошел бывший зек с пьедестала Ветерок, дуновение, запах тревожного зала не всегда будет мало, всего и всегда будет мало Светской жизнью, где устрицы вместе с шампанским, не убить мне тюрьмы с контингентом бандийским и шпанским И какой бы красавец Италию я ни сжимал, буду помнить саратовский мрачный централ Наш третьяк и под лестницей, все мы стоим, пацаны, и у всех нас срока до затмению полных луны Пузырьки в клико умирают мне на языке Пацаны, я ваш брат, хоть при бабочке и в пиджаке, я совсем не забыл скорбный запах тюрьмы и вокзала Не всегда будет мало всего, всего и всегда будет мало, надевай свой пиджак и иди потолкаться По патентам в светской жизни пора послужить компонентам Эдуард Ильич, если можно, соседнее стихотворение Петру Авену Петру Авену? Банкиру Петру Авену Ну это было во время кризиса, разгар кризиса пару лет назад Светлеет небо, мое сердце пусто Висит рассвет широкой полосой Падение цен на нефть и на искусство Столь глубоко переживалось мной, что я проснулся даже до рассвета И не смыкая утомленных глаз, все думал продолжительно про это Сметенье пирж, петля, огонь и газ банкиров ждут Банкиры молодые соскочат в ночь с высокого окна А самые, которые лихие, достанут пистолет, бокал вина При губе выйдут двое на террасу Два выстрела и падают тела О, кризис, ты убьешь банкиров массу, которая недавно лишь взошла Я уважаю верования людей и никогда не старался эти верования не обижать Меня возмутила вот эта история с пусть и райот Я считаю, что нельзя, кто ты такой, чтобы выходить Я считаю, что в моих книгах я вообще там еретик Но чтобы я когда-нибудь оскорбил святое место И одновременно я выступал против публикации еще в 1996 году Против публикации в России вот этой жуткой книги Салмана Ружди Сатанинские вирши, да Я решительно, я сидел там с людьми в тюрбанах и в челне По-моему, в доме журналистов И говорил, что этого делать ни в коем случае не надо Потом, ну вот зачем этот человек Просто по дороге взял, пнул и оскорбил Лили Ну ты сам не веришь Ну так сиди и сопи в две дырки Но вы не христианин Принуждаете меня высказать целую систему моих верований Я вас могу только отослать Это будет, может быть, немножко скучно Я могу вас отослать к моим двум книгам Одна называется «Ерести», да А вторая называется «Иллюминейшн» Там есть от чего схватиться за голову Это такие... Ну я в эти дела свято верю Я верю в то, чтобы человек был создан Да, высшим существом В это я верю А дальше у меня там детали Есть расхождение с официальной религией